Мне периодически говорят, блондин, зима на улице, а ты без шапки. Парни, вот она настоящая зима и вот она настоящая теплая шапка. Друзья, всем привет! У нас сегодня будет интересный сюжет. Вот каждый из нас перед покупкой автомобиля задается вопросом, что купить, что надежное. Все хотят купить машину, чтобы делать техническое обслуживание, менять масла, фильтра, расходнички и все. Чтобы никакой ремонт, тем более дорогостоящий, его не затронул. Точно так же и мы с отцом, когда покупаем автомобиль, выбираем, что понадежнее. В 2013 году выбор пал на Nissan Murano. 3,5 литра атмосферник, вариатор. Вот единственное, за что здесь, так сказать, стыдно и переживаешь, это именно вариатор. Почему? Изначально покупался автомобиль, но 3-4 года покатаемся, скинем. Но кризис в стране и так получилось, что в июле этого года автомобиль исполнится 6 лет. Тем не менее, я про него уже делал несколько роликов, где показывал состояние загонял в сервисы независимые. Где мне выкатывали такой листик на 80-90 тысяч рублей и говорили, нужно ремонтировать. При этом у меня появились этим летом такие нарекания, что вариатор начал немножко попинываться. Приехав на диагностику, катались, смотрели, подключали диагностические оборудования. Во, все нормально, все идеально, температура хорошая, все у тебя работает исправно, фиг его знает. И самое главное, что в момент диагностики вариатор не пинается. Сейчас зима, температура упала и, соответственно, пинков таких как бы уже нет. С чем это связано, вы узнаете в этом видеоролике. Я загнал автомобиль в гараж к своим товарищам, которые действительно разбираются в автомобилях, понимают. И самое главное, ни в коем случае тебя обманывать не будут. Если что-то у тебя неисправно, они тебе это покажут, расскажут, то есть разводить тебя никто не будет. Если имен какой-то требует ремонта, пожалуйста, принимай решение самостоятельно. Последний раз обслуживание на автомобиле делалось, наверное, тысяч 10-15 назад. По-хорошему нужно это было все сделать еще в начале декабря, но конец года работы полно. Значит, что было куплено? Фильтр салонный, раз, масло для двигателя, масляный фильтр, колодочки. За все про все ушло примерно 12 тысяч рублей, даже меньше, там со скидкой вышло в районе 10 500. Запчасти все покупали нашего товарища, про которого я вам неоднократно говорил, Александр. Значит, что показываю, чтобы вы понимали, что цена вопроса по запчастям обошлась десятка, условно. Плюс полторы тысячи рублей люди взяли за всю работу, диагностику и так далее. Также, что я вам хочу показать, вот это вот будет интересно всем тем, кто ищет подработки, кто живет в небольших городах, кто сам на роде сидит и думает, блин, где бы еще там заколымить, подзаработать. Вот, друзья, вот это сейчас вам будет интересно. Катализаторы. Вот эта тема мне подогнал один из акционеров нашего канала. Поначалу я отнесся к этому скептически, думаю, блин, катализаторы, то есть, что это такое, я думаю, объяснять никому не нужно. Простыми словами, фильтр. Для того, чтобы наша природа с вами была чистая и так далее, экология была, чтобы не пахло особо сильно. Вот эти вещи, как правило, на автомобилях забиваются примерно, ну, к 150-160 тысяч пробега. Порой и раньше бывает, все зависит от качества топлива, от работы двигателя, потому что, если двигатель в херовом состоянии, задиры появляются, масло начинает попадать в катализатор, то есть, он испортится быстрее. И самое интересное, казалось бы, железки. У меня жена говорит, а что это за мусор такой? А этот мусор, парни, стоит бабок. Все, кто работают в автосервисах, тюдинг-отелье и подобного рода вещах, там, авторазборках, вот такие вещи, когда клиент приезжает и говорит, а мне не надо, буду только рады. Акционер наш работает в крупной организации, которая называется катутиль.ру. Организация работает уже более 20 лет и занимается скупкой и переработкой катализаторов. Задача на самом деле простая. Условно, там, прошелся, собрал по гаражам, по автосервисам, ну, кто-то, знаешь, валяются. Можешь даже у них-то за низкую цену купить. Приезжаешь к ним, сдаешь, садишься там, пьешь кофе, а их отправляют на диагностику. Что в них находится? В них находятся драгоценные металлы. И у них есть специальный прибор, который анализирует и говорит, какова ценность каждого катализатора. Бывает разное. Некоторые стоят полторы тысячи, некоторые стоят 30 тысяч рублей, некоторые стоят 15 тысяч рублей. Все по-разному. Но в основном, конечно, наши отечественные автомобили, либо более дешевые автомобили, ставятся дешевенькие катализаторы, которые не так дорого стоят. Но притащить 15, 20, 30 катализаторов, как минимум, месячную зарплату тысяч в 50 ты себе точно сделаешь. На основании четкого анализа тебе скажут, сколько в каком катализаторе драг металлов. То есть, все это высчитывается аж с привязкой к лондонской бирже. На основании этого тебе говорят, сколько стоит этот, этот или вот этот. Самое главное, что деньги выплачивают тут же. Катутиль принимает катализаторы по всей стране и странам СНГ. Если ты не на колесах, но у тебя действительно дохрена катализаторов, можно позвонить, к тебе даже может менеджер приехать. Либо, если у тебя там их немножко, ты их можешь вообще отправить почтой, либо иной другой транспортной компанией. Принимают от одного катализатора до неограниченного количества. Можете завозить хоть тоннами. В среднем принимают дороже, чем конкуренты на 15%. Всем, кто заинтересуется, в описании есть телефон, есть контакты, приемных пунктов. Их на самом деле достаточное количество. Ссылаясь от меня, говорят, что я Дмитрий Амашков, вас ждут небольшие приятные бонусы. В общем, друзья, по всем вопросам, что, как, где, куда, звоните, вас грамотно проконсультируют. Ссылочку оставляю в описании. И вот, когда я отправился к ребятам, я, честно говоря, переживал. Думаю, сейчас приеду, начнется одно, второе, третье. В общем, зачем размазывать кашу по тарелку? Давайте с вами сделаем перемещение во времени и посмотрим, что было с автомобилем и в каком он реальном состоянии. Мы переносимся в гараж. Друзья, где мы находимся, это Московская область, город Кашира, поселок Ожерель. Я нахожусь в гараже с одноименным названием Кулибин гараж. Друзья, вот сколько раз вам говорил, никогда не смотрите на обстановку, атмосферу. Кто-то скажет, вот, блин, гараж какой-то. Здесь работают два брата, у которых руки растут из правильного места. И все, кто их знают, просто всегда рекомендуют только их. Поэтому смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас ставим автомобильчик, делаем диагностику, смотрим, в каком он состоянии. На основании этого я вам показываю, что такое Японец с пробегом 165 тысяч километров. Шесть лет автомобиль исполнится в июле этого года. Поэтому давайте смотреть, давайте считать, погнали. Первое, это у нас аккумулятор. Он уже начал окисляться, как вы видите. Вообще подкапотное пространство нашего автомобиля находится, можно сказать, с виду в печальном состоянии. Но с другой стороны, вот эта грязь, она особо роли никакой не играет. Там кто говорит, теплообмен, парни, это, скажем так, густая пыль, но ни в коем случае не грязь. Но аккумулятор однозначно попадает под замену. Тем не менее, он заводится, хотя один раз на этих зимних праздниках он подвел, пришлось его дозаряжать. Имейте в виду, даже посмотрите, откройте свой автомобиль, посмотрите, в каком состоянии ваш аккумулятор. Вот это вот, это на самом деле очень печальное состояние, небезопасное, может взорваться. Поэтому первым делом, чем я займусь завтра утром, это покупка нового аккумулятора и замена. Процедура несложная, быстрая, но сделать надо обязательно, потому что 3,5 тысячи экономит, ну пусть 5 тысяч, парни, обернуться может сгоревшей машиной. Воздушный фильтр, пожалуйста, прекраснейшее состояние, он идет пропитанный, специально с маслом, то есть для того, чтобы всякую грязь, пыль и так далее втягивал лучше. Я последний раз сделал обслуживание примерно тысяч, наверное, 15 назад, а вот так выглядит свеженький фильтр, оригинальный, точно такой же, тоже пропитанный. Вот у нас пошли нюансы, то есть сняли воздушный фильтр и вон там грязище. То есть, скажем так, технологическая недоработка компании, кайфильтр засоряется, то есть он начинает слева, справа пропускать, и он там листва и всякий мусор, шлак. По-хорошему нужно разбирать и все это чистить. Пока процесс разбора идет, я вам хочу маленько напомнить, что было на последнем подобном техническом обслуживании диагностики. Первое, вариатор. Я делал это летом, мы приехали примерно в августе, катались с человеком, диагностическое оборудование, все подключали, все работает исправно. При этом все равно чувствуются пинки. То есть люди говорят, ну что, ну смотри, по приборам все идеально, температура не перегревается, все классно. Сейчас стало холодно, такое ощущение можно сказать, что как будто бы он вылечился. Пинков таких уже нету. То есть очень редко там в пробке где-то можно почувствовать рывки. С чем это связано? В первую очередь, конечно же, с ремнем. То есть пробуксовывает ремень. По-хорошему снимать коробку, разбирать, но опять же, понимаете одно, что нужен специалист. Ребята могут с этим в принципе справиться, но опять же, понимаете, нужно машину оставлять, разбирать. И это процесс не пятиминутный, скажем так. Посмотрим, в каком состоянии рулевая рейка. И в общем, общее состояние автомобиля посмотрим. При этом отмечу, что передвигаюсь, подвеска не гримыхает. Ступичные подшипники в исправном состоянии. То есть никакого шума от машины нету. Ездишь, ну в принципе комфортно. И самое, что удивительное, все те списки, которые мне люди давали, я ровным счетом не сделал ни хрена. Вот вообще ничего не делал. То есть заправляешь его и ездишь. Ну максимум что, мойка автомобиля. Все. Машина требует ухода. Будем заниматься. Доведем ее до хорошего состояния. Но факт в том, что затраты были пока что минимальные. Посмотрим, что покажет время. Ремонту подвергалась у меня фара. Сейчас с ней вопросов никаких нету. Обе исправны, обе работают. Перегорела одна противотуманка и перегорела один габарит. Это все плевые цены. То есть все это поменять не вопрос. Вот сейчас машина стоит заглушена, но постоянно идет какой-то писк. То есть не знаю, через микрофон будет слышно или нет, но есть писк. Вот откуда-то задней части доносится. Знаешь, такая мелочь интересная. Тачка стоит, а писк есть. Магия монтажа. И уже все чистенько. Моторчик V6. Воздух любят. Фильтр новый. Все чистенько. Сами понимаете, это важно. Опа. Вот он, блок идет. Судя по всему, вон этот писк и издает. Потому что сейчас прямо его отчетливо слышно. Я думаю, даже вы его через микрофон слышите. Пробуем его отключить вообще. Походу, пизда. Поэтому он и пищит. Ну, судя по всему, вот блок отключили, писк ушел. Как бы сами понимаете, что просто так это пищать ничего не должно. Тем более, когда машину заглушили. То есть, судя по всему, правильно сказали. Ему хана. Блок данный был подвержен экспресс-ремонту. То есть, когда подлазили, слегка по нему ударили, он даже перестал так пищать. В итоге вытащили коннектор и вставили обратно. Все, писк ушел. Но в любом случае, надо брать на галочку, разбираться, за что отвечает. И, собственно, менять его. Переходим потихонечку к технической части. Состояние колодок, вот сейчас, смотрим, примерно 30%. Но мы их поменяем, потому что колодки у меня свежие есть. Бампер передний у меня разбит. Это я тоже сбивал на этой машине собаку. То есть, собака жива, цела, здорова, а бампер нет. Ну, снизу незаметно, то есть, на езду никак не влияет. Вот тут катализатор идет металлический сзади мотора. А спереди идет керамический. Вот тут дожигающий стоит. То есть, сюда мы обычно ставим пламегаситель? Ну, да, тут всю систему убираем, тут все и ставим сюда один пламегаситель. Это бюджетный вариант. Как бы, ну, нормальный то, что вся выхладная система будет защищена от сильного нагрева. Вот обратите внимание, потеки масляные есть, но они были и остаются. Гофре приходит. То есть, по-хорошему, катализатор парня нужно удалять. То есть, здесь разговор может быть один. Либо ставить аналог, либо ставить пламегаситель. То есть, естественно, я выберу вариант побюджетней. Единственный минус только, который может останавливать, то, что на машине отец едет, то, что будет запах от бензина. А так, в целом, если бы я на нем ездил, я бы уже давным-давно его вырезал бы. И расход пониже станет. И опять-таки машина поедет получше. Состояние рулевой рейки. Вот последний раз, когда заезжал себе, вот, пора менять, уже нужно бы ее перебрать, либо заменить вообще на новую. Вот, ребята, посмотрели, все это, говорят, херня. По-хорошему, все эти запотевания, которые есть, это, скорее всего, связано с гидроусилителем руля, с жидкостью. То есть, заменить жидкость, зачистить ее, да и в целом можно дальше есть. Опять-таки, повторяю, что я езжу, никаких люфтов, каких-то дискомфортных состояний нет. То есть, все это выявляется только на подъемнике. Вот обратите внимание, вот сейчас меняем тормозные колодки, казалось бы, мелочь, но вот эти части, они начинают ржаветь. И в любом обычном сервисе вам что сделать? Просто колодки поменяют и езжайте дальше. На самом деле, вот эти части, их нужно зачищать. Если их не зачищать, то, соответственно, износ колодок будет быстрее. Многие, да, наверное, замечали, что там катаются и постоянно износ колодок, особенно на автомобилях с большим пробегом. Вот, друзья, мелочи. Мелочи имеют решающее значение. Вот обратите внимание, колесные диски, вот сняли колесо, да, вот эти части по-хорошему нужно начищать, потому что это окисление. То есть, если бы она была чистая, то подозрение на то, что, знаешь, такое биение идет, сводится на ноль. Почему? Ну, вот смотрите, вы едете по дороге, биение какое-то пошло, что мы первым делом думаем? Ну, про сход, развал раз, балансировка колес два, давление три. И зимой какие-то налипы. В идеале вот это нужно все просто начистить, чтобы все блестело. В моем случае там 150-160 ездим нормально, но в идеале надо чистить. Начало отслаиваться как бы. Ну, видно, отслаивание есть. Ну, да, там, в принципе, блин, ну, при каждом замене масса делать акцент на это. Ну, да. И все. Слушайте, ну вот смотрим состояние подвески. То есть, на самом деле, вот, это вот единственные минусы, которые вот сейчас можно назвать. Опять-таки, сайлентблок стоит копейки. Просто скажи, снимать там рычаги, то есть, работа дороже станет, нежели чем сам сайлентблок. Там, тысячу рублей, пожалуйста, можно и вовсе там за 600 найти. А так, в остальном, по подвеске, по передней части вопроса вообще ноль. Ни по рычагам, ни по стойкам, то есть, все в исправном состоянии. Подшипники ступичные тоже все в нормальном состоянии. Вот обращаю внимание, что оригинальный в сборе стоит 15 тысяч рублей. Мне два года назад называли. Я купил немецкий за 6 тысяч рублей аналог. Все, работает, уже проехал он примерно тысяч, наверное, 60. Салонный фильтр, а? Как вам? Есть разница, парни? Вот так вот ездим и дышим. И вновь мы находимся в нашем красивом лесу. Друзья, ну, как вы понимаете, по факту диагностики, парни, автомобилю поставили оценку, ну, скажем так, 3 с плюсом. Довести до четверочки запросто можно, то есть, машинку нужно полирнуть, в общем, привести в порядок. Из рекомендаций аккумулятор заменить раз, сайлент-блоки, ну, вообще, как бы еще побегают, но заменить стоит будет. Жидкость, гидроусилители, лампочки поменять. Но это все, понимаете, копейки. То есть, это не такая большая сумма, чтобы говорить, блин, как же он дорог в содержании. Самое главное, вы должны понимать, что за вот эти вот 5, даже уже практически 6 лет, с автомобилем грандиозного ничего не делалось, ни разу сюда не вкладывалось, там, больше 30 тысяч рублей. Самое дорогое, что здесь было, это замена радиатора по причине того, что вот собака. Все. И к чему я это веду? К интернету можно залезть, всегда найдешь комментарий. Это херовая машина, вот там вариатор херовый. Все зависит от того, как эксплуатировать. Вот на самом деле, в каком бы состоянии автомобиль не был, как бы вам не казалось со стороны, эксплуатация это очень бережная. Нет такого, что в нем постоянно гоняют. Гоночки были там первый год, пока он был свежий, и то все в пределах разумного. Если бы постоянно гоняли, я думаю, этот вариатор бы уже бы там нагнулся давным-давно. Но, сами понимаете, что вариатор сам по себе, эта коробка не для гонок. Я удивляюсь теми людьми, которые покупают про Nissan Tiana 3,5 литра, начинают в нем гонять, начинают там еще это недовольное состояние. Что это, он плохо едет, не чувствуется разгон. Он для комфорта, коробка сделана. Для комфорта. Касаемо двигателя. Не троит, не пердит, не стучит, работает ровно. Хотя, если залезть в интернет и почитать проблемы за этот двигатель, бывают там ошибочки, вылетают. То есть, некоторые рассказывают, что там и слажер может быть, там много чего может быть, как бы. Читая форумы, читая тот же самый Drive 2, каких-то особых нареканий за этот автомобиль, вот живой пример, я особо не встречал. В целом, люди покупают автомобиль довольны. Минус какой? Сильно теряет на вторичке. То есть, сегодня, если его привести в идеальное состояние, вложить там в него 1100, ну, его можно будет смело продать там за миллион, там, миллион пятьдесят. Ну, это максимум, я считаю, это потолок. Но, если сдавать его в Trade-in, бывают такие ситуации, когда оценка по Trade-in будет невысокая, но дополнительная скидка большая. Так, например, у того же самого Nissan была программа одно время, даже она и сейчас идет. Скидываешь его, тебе плюс 300 тысяч на новый автомобиль. Так же можно поторговаться, потому что даже тот же самый новый Murano, сейчас модель там не особо востребованная, такая популярная. То есть, торгануться можно. К чему я это веду? Вот вам, пожалуйста, японец. Если бы здесь еще коробка была, автомат, вообще бы, фу, катался бы, кайфовал. Ближайшие там еще тысяч пятьдесят, хлопот не знал. Сейчас же к двухста тысячам полезу в двигатель, буду смотреть цепь. Ну, как посмотреть, что ее смотреть? Нужно ее менять будет. Потому что все-таки ресурс есть в цепи. И, как бы, чтобы не шутить с этим, потому что ремонт будет дорогой. Тысяч на триста точно, а то, может, и выше. Сами видеть, цены на все растут. Поэтому за автомобилем следить нужно. Но вот давайте придем к примеру. Есть кто-нибудь из вас, кто владеет так же немцем каким-нибудь, у которого практически так же 60 лет, хотел сказать, у которого так же скоро будет 6 лет, и пробег больше 160 тысяч. И чтоб аналогичная ситуация. Тошки, фигошки и ничего больше. Если есть, обязательно пишите в комментариях. Да, едем ради объективности, нечто подобное снимем. Я ни в коем случае не пытаюсь вам нахваливать вторичку, говорить, вот, смотрите, как классно машина. Можно не переживать за угон. Никому она нафиг не нужна. Ни за что можно не переживать. Амортизация в цене там каждый год уже мизерная. То есть она уже упала, так скажем, на свой минимум. И все. Новая тачка всегда приятна. Самый дорогой год это первый, второй, третий. Все. С четвертого, пятого, шестого. То есть, как правило, ты вот плачешь только за расходники. Опять-таки, важно понимать, что на некоторых автомобилях после 100 тысяч километров, как в частности на немцах, начинаешь перетряхать подвесочку, начинается ремонт, а там все это стоит в разы дороже. Здесь же по подвеске, ровным счетом ни хрена не было сделано. Вот говорю, один раз только менялся, здесь ступичный подшипник. Все. Порой сижу, думаю, блин, да как так-то? Машине уже столько тысяч, столько лет, а рассказать про нее нечего. Потому что она ездит и ездит, все-таки как бы и не напрягает. И вот такая картина, парни. Сейчас смотришь на автомобиле, вот что бате, бате уже вот в этом году будет 50 лет. Как вот ты думаешь, какая ему машина понравилась? Вот я думаю, кто-то уже угадал. Land Cruiser Prada. Вот все. Раньше он говорил, да ну какая-то Toyota, был помоложе, знаешь, там, что-нибудь пошустрее пытался смотреть, там, объем двигателя. Сейчас, говорит, дизелечек, чтобы вот неспешная размеренная езда где-то прокатился на каком-то Prada. Залезли на сайт, я просто охренел. Я думаю, вроде бы так, знаешь, лазишь по машинам, смотришь, ищешь. Новый Prada, нормальная комплектация, 3,5 миллиона. Раньше 3,300 топовый стоил, год назад, казалось бы, еще. Топовый сейчас там 4,200. Я думаю, охренеть, куда эти цены лезут? Просто вообще в никуда. Так опять же, на него нужно сделать страховку, на него нужно купить резину. В общем, первоначальные затраты, они тоже будут. Это еще там, 1200-300 в первый год. Кто бы что ни говорил, но вложиться придется. А тут, понимаешь, как бы с одной стороны уже все, он вялый, а с другой стороны, знаешь, ну вот чисто рабочая лошадь. Я уверен, у многих из вас под окном стоит аналогичная рабочая лошадь. У кого-то там, может быть, даже вак катается, потому что у тебя с парнями общался. Говорю, что там, Аня, да ладно, что вак? Опять-таки, вот эти ребята, да, грамотные. Обязательно на них ссылку оставлю в описании. Всем, кому интересно, вот что-то сделать с машиной, привезти ее в должный вид, обращайтесь. Вот серьезно. Сто километров от Москвы в сторону юга, город Каширо, посмотрите, но люди порядочные. То есть серьезно, как бы все к ним ездят. Все, кто их знает, все к ним ездят. Там и Лексусы пригоняют, и немцев пригоняют, там парни разбираются. У одного-второго машины купили там, знаешь, там 5-7-летний, сделали от и до сами, чисто своими руками. То есть пацаны, как бы из серии того, что, а, что разобрать, собрать вообще запросто. В общем, к чему я хочу подвести, друзья, вот такая жизнь становится дорогая. Раньше 1.600.000, сейчас аналогичный будет стоить там 2.800, ну, со скидкой там 2.300-2.400 можно будет забрать. Опять-таки, на Ниссаны просто большие скидки делают именно Мураном. Поэтому делайте выводы, что вам покупать. Я же все-таки больше топлю за японцев. Да, можно меня считать японодрочером. Немцев я как бы рассматривал бы, если новым, там на 3-4 года максимум, опять же, с привязкой к пробегу. То есть до 100-120 тысяч, потом его нахрен скидывать, брать что-нибудь свеженькое. Пишите ваше мнение в комментариях. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм нашего канала. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. Будем снимать, будем стараться. До новых встреч. Всем пока-пока.